Народ, привет! В общем, такой интересный получится сюжет. Скорее всего, интересное дело. К нам обратились люди по поводу того, что, оказывается, змеевские мусора у человека отобрали автомобиль вместе с регистрационными документами. И вот мы были в суде, пришли в суд, чтобы... А, там как? Уже педозра, да, есть? Нет, ходатайство есть о аресте, о болезни. Вот, ходатайство есть наложить арест на данное... Изъятое имущество. На изъятое имущество. Сейчас вкратце человеку, которого отобрали, и как это было, он расскажет вкратце вам. Дальше результаты мы уже будем держать в курсе у вас всех событий. Ну, дело очень интересное. Иди сюда, расскажи. На камеру. Расскажи, что у тебя случилось, и как это вообще произошло? Дорогие, зрители, я вот... Я ехал по дороге в сторону, со змеев в сторону, за Донецк. Останавливали полиция, не представились, ни документы, ничего сказали. Забрали техпаспорт, сказали, что типа подозрение двойной ламинации, подозрение на подделку документов. Не посмотрели ни номер рамы, не св... Так, полазили по кабине, посмотрели, а по кузову вообще не лазили. Потом вызвали следователя, оформили. Они мне мусора сказали, садись за машину, они ее сам в рай отдел. Говорю, тебе мой садружеский ответ. Ну, я и не стоял, забрал ключи, выкинул ключи. Они взяли, подобрали, сели и сами поехали. Мы на машину погнали, в рай отдел. Так что, дорогие зрители, будьте аккуратны, тут беспредел творится. В общем, народ, я хочу так сказать. Тут еще перед этим судом нарисовалась такая история. Данному человеку звонил неизвестный человек и предлагал за определенную сумму денег каким-то образом вернуть ему автомобиль. Запомните, это змеев, змеевские мусора. Змееве беспределят по полной программе. Алексей Михайлович, что мы будем дальше со змеевскими вот этими подонками делать? С правоохранительными органами будем бороться согласно действующего законодательства. Обязательно будут составлены жалобы. Посмотрим результаты и решения судей, которые вынесут по нашему аресту. На чьей они стороне будут. Обоснованное это подозрение. Вот я ознакомился с ходатайством, которое по автомобилю. В нем вообще не сказано ни слова, что транспортное средство имеет какие-либо элементы, которые расходятся с заводом-изготовителем, либо обязаны быть нанесены где-то, где-либо. Поэтому оно не обоснованное ходатайство. Поэтому посмотрим, что у нас там судья вынесет. По тому эпизоду, который был, что человек в полицейской форме сел за руль и пригнал, куда ему захочется, в принципе, это уже есть состав. Будем подавать соответствующее заявление. Потому что недопустимо, что полицейский в вашу машину сел и сказал, вы знаете, я ее отгоню туда, где мы посчитаем необходимым. По пути следования, кто несет ответственность? Уважаемый полицейский, вы вздумайтесь, садитесь за руль чужого лица, который не обладает. Есть для этого эвакуатор, есть развесение кабинета министров. Читайте, есть закон, который не имеете права нарушать. А вы, к сожалению, нарушили. Будьте готовы нести ответственность. Мы, конечно же, проведем полностью это дело от начала до конца. Будут все экспертизы сделаны. Нам для чего? Они нам уже будут как доказательство того, что это был как предлог. Послушайте аудиозаписи того, кто позвонил. Какая цель вообще преследуется в этом... Это что у нас, Змеев, это город? Да, Змеев. Это город, да? Да, Змеев, Змеев, это Змеев. Да, вот все будем вас держать в курсе событий. Вам будет интересно. Будем советовать, рекомендовать, что делать, что не делать. И какие-то выводы. Мы вот и будем вместе как-то сообщать результат, подытоживать. Ну, а вы дальше смотрите, как в суде Алексей Михайлович разваливает мусоров и разваливает прокуратуру. Все, пока. Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok